Вечер воскресенье. Самое время подвести итоги недели. С вами я, Наталья Хоменко. И все самое важное за уходящие 7 дней в материалах моих коллег. Новые лидеры страны. До главного политического события Казахстана остались считанные дни. С 1 по 3 октября пройдет голосование на общереспубликанских внутрипартийных выборах Нур-Отан. Без риска для жизни на станции Шамалган, где год назад произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса, открылся безопасный пешеходный переход. Что ждет город Текили? Новые задачи по развитию моногорода перед новым руководителем поставил Аким области Аманда Гбаталов. О спортской жизни. В Алматынской области открылся многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. На очереди еще 8 подобных спортивных центров. Сладкие перспективы. Первая партия нового урожая сахарной свеклы поступила на переработку Куксусского сахарного завода. Каждая профессия нужна, каждая профессия важна. Сегодня в Казахстане отмечают День Труда. Для человечества наступил переломный момент в истории. Такое мнение перед мировым сообществом озвучил президент Казахстана Касымжмар Токаяс, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И прежде всего это связано с пандемией коронавируса, отметил глава государства. Даже важнейшее для всего мира политическое событие коронавирус внес свои коррективы. Впервые в истории юбилейные мероприятия Ассамблеи проходили в формате видеообращения. Обращаясь к участникам дебатов, глава государства отметил, что 75-летняя годовщина ООН проходит в полное драматизма и критических вызовов время. По мнению президента, главной проблемой остается пандемия коронавируса, которая наносит серьезный ущерб глобальной экономике и выступает источником многочисленных бедствий и страданий людей во всем мире. И именно здесь нужно извлечь уроки, подчеркнул президент, и вместе выстраивать модель нового мира. Эти задачи чрезвычайно сложны. Следующее десятилетие станет решающим в нашем стремлении, как реализовать повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, так и найти действенные рецепты для кризисов современности. Эта масштабная цель требует коллективных усилий и ответственности. Ну а до главного политического события Казахстана остались считанные дни. С 1 по 3 октября пройдет голосование на общереспубликанских внутрипартийных выборах Нур-Отан. Впервые в истории страны голосование пройдет в электронном формате. Причем проголосовать, к примеру, дважды не удастся, уверяют специалисты. При голосовании будет применена специальная система отслеживания, которая будет привязана не только к номеру телефона, ИИНу, но даже к IP-адресу. При этом избиратель может отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. В данный момент в системе зарегистрировались уже порядка 700 тысяч членов партии. И как уже отмечают аналитики, Праймерис стал настоящим катализатором для прихода новых людей в партию. Впрочем, это и главная цель политической компании – сформировать народные партийные списки тех, кто будет открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные пути решения. Активные, целеустремленные и высокопатриотичные лидеры, знающие реальное положение дел – вот кто сегодня нужен в руководстве страны, отметил Ельбасы, инициировав проведение Праймерис. По итогам регистрации во внутрипартийном отборе участвует уже почти 11 тысяч кандидатов. В среднем по стране на одно место претендует по 4 человека. Средний возраст участников – 43 года. С 14 сентября в онлайн-формате стартовали публичные дебаты, где участники презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов. Только за несколько дней, подсчитали специалисты, собрано более 11 тысяч наказов и предложений. Жаркие дебаты между участниками Праймерис прошли и в Талдыкурганском городском филиале партии Нуратан. Шесть кандидатов выступили с предвыборной речью, затронув самые актуальные социальные, образовательные и экологические темы, подняв вопрос дальнейшего развития молодежной политики региона. Уложиться в отведенное время оказалось довольно сложно, но кандидаты выполнили максимум, чтобы успеть дать развернутые ответы на вопросы однопартийцев. Однако большинству из них не хватило красноречия владения информацией в полной мере. Лично оценить программу каждого участника смог председатель областного филиала партии Нуратан Аким Алматинской области Амандык Баталов. Внимательно оценивая ход дебатов, он поделился своим опытом с однопартийцами. Вы поднимаете многие важные вопросы, однако не предлагаете конкретных методов для решения этих задач. Нельзя просто выставить тему на обсуждение. У вас должен быть конкретный план, который будет способствовать решению озвученных проблем. По мнению наблюдателей, дебаты дали возможность кандидатам, особенно впервые принимающим участие в подобной кампании, испытать себя на прочность. Вместе с тем, с учетом замечаний, правильно сформулировать свою предвыборную платформу, которая послужит не только выборной программой, но и руководством к действию в случае избрания этих лиц депутатами по партийному списку. А также акцентировать внимание на определенных данных статистики, показателях, касающихся озвученного вопроса. Время еще и есть, а соответственно у каждого участника дебатов есть и возможность более детально проработать свою стратегию по дальнейшему участию в праймеризе. Амадык Баталов в качестве председателя областного филиала партии, наряду с несколькими рекомендациями, пожелал успехов однопартийцам. В целом мне понравилось. Желаю вам всем удачи. Я пришел сюда, чтобы послушать ваши выступления и хотел бы, чтобы у нас было больше времени на проведение дебатов. Все вы поднимаете важные темы, но еще есть над чем работать. Помните, депутатами должны становиться только лучшие из лучших. Ну а задач, требующих решения, сегодня стоит немало. 38 тысяч благодарностей и даже в сотни раз больше. На уходящей неделе решилась, пожалуй, самая актуальная проблема жителей села Шамалган. В эксплуатацию издан безопасный пешеходный переход. Все дело в том, что через поселок проходит железнодорожный путь. Поезда по ним уходят каждые полчаса. Единственный переход для населения и проезд для автотранспорта, следующего по трассе областного и республиканского значения, станция Жебек-Жулы. Довольно часто на ней бывают заторы, а пешеходы, подвергая себя риску, перебегали через рельсы по пути следования автомобилей. Случилось здесь и ЧП с летальным исходом. Год назад поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В транспортном происшествии один человек погиб и несколько получили тяжелые травмы. Тогда жители поселка и власти Красайского района обратились к руководству области с просьбой обезопасить пешеходов и особенно школьников, которым приходилось преодолевать опасный пешеход по несколько раз в день. Аким области пообещал и решил. Через поселок Шамалган проходит трасса республиканского значения Алматы-Нур-Султан и областного значения Алматы-Узнагаш, а также железнодорожная ветка в направлении Южного Казахстана. Поезда через станцию Жебек-Жола проходят с интервалом в 30 минут. Здесь же был и довольно опасный пешеходный переход. Строительство надземного перехода планировалось еще в 1992 году. Однако тогда идея так и осталась нереализованной. Год назад на станции произошло ЧП, где один человек погиб и несколько пострадали. Тогда Аким области Амандык Баталов принял решение о строительстве надземного пешеходного перехода и объездной дороги. Много делается, много внимания уделяется для того, чтобы люди комфортно жили. Вы знаете, это в послании Хасмужемар Кемельч, это сказано. Ельбаса всегда нам говорил, что эти вещи надо делать в первую очередь для людей, для народа. Ровно год назад, после трагических событий, которые здесь произошли, обещали жителям, что построим. В течение года мы выделили с местного бюджета 360 тысяч миллионов тенге, сделали проект, экспертизу и быстро построили, чтобы весь транспортный поток через вот это узкое горлышко не проезжал. Мы проработали совместно с Казавтожелом другой маршрут в объезд этого с минимальным сносом, чтобы быстрее вот это все сделать. И вы видите, что выделены средства и работа полным ходом идет. И они мне обещают, мы каждый раз контролируем, что на следующий год уже где-то к осени они тоже его введут в эксплуатацию, тогда здесь уже более спокойная территория будет. Много строится, вы знаете, таких переходов через автомобильные дороги. Там длина небольшая, дорога обычно четырехполосная. Первая категория, она где-то размером может 12 метров, а здесь у нас около 50-60 метров, да? 60 метров, 59 где-то с этим. И высота сооружения около 9 метров. Надземный переход представляет собой крытую металлическую конструкцию, оснащенную двумя лифтами. С ростом населения и транспортного потока в населенных пунктах области, прилегающей к южной столице, планируется строительство еще нескольких подобных объектов. Этот проект прошел в государственную экспертизу. Мы сами считаем, что это 100% безопасный мост. Здесь мы закрыли полностью, так как этот пешеходный переход переходит через релизную дорогу. Поэтому мы закрыли полностью все. Мы сделали сейчас по концентрациям ДТП, анализы, диагнозы, паспортизации автоидорога в Алматинской области. Мы планируем в ближайшие дни таких построить штук 10. Это не только у нас по Алматинской области. Это и будет в Карасайском районе, в Жамбульском районе. Исыки недавно только мы построили, открыли к 1 сентябрю. И сейчас остальные мы заявку даем на следующий год на проекты с медленной документацией. Особенную благодарность руководству области выражает местное население. Опасный переход ежедневно приходилось преодолевать практически каждому из 38 тысяч человек, проживающих в селе Шамалган. А некоторым и по несколько раз в день. Мы очень переживали раньше, когда наши дети идут в школу, мы живем на той стороне моста. Это очень опасно, потому что машин ходит много, поездов ходит очень много, переезд постоянно закрыт. И поэтому этот мост очень был нам нужен. Теперь мы спокойно можем отправлять детей, чтобы они переходили и шли спокойно в школу. Потому что оттуда перебраться сюда очень-очень тяжело. Во-первых, это очень красивое сооружение. На нашей станции очень мало таких сооружений. А главное, это очень безопасное сооружение. Детям не надо стоять, ждать, перебегать. Потому что столько было много смертельных случаев. А сейчас это очень безопасно и важно. То, что дети спокойно прошли и пошли в школу. Кроме объектов, возводимых и реконструируемых за счет средств областного бюджета, Карасайскому району в рамках дорожной карты занятости в этом году дополнительно было выделено 10 миллиардов тенге, что позволило реализовать множество проектов дорожно-транспортной инфраструктуры и социального значения. Для оздоровления нации несколько лет назад Ельбасы поручил построить 100 физкультурно-оздоровительных комплексов по стране. Красной нитью здоровья нации озвучено и в послании главы государства к народу. Таким образом, в различных регионах республики одновременно возводятся подобные спортивные сооружения. Их особенность – партнерство государства и частных инвестиций. А самое главное – свободный доступ населения к спортивным залам и инвентарю. В рамках поручения в Алматинской области уже введено в эксплуатацию 8 физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще 8 строятся в этом году. Один из них – Нураман – начал работу в селе Раимбек Карасайского района. Специально приехавший на открытие социально важного объекта Аким Алматинской области Амандык Баталов отметил, что благодаря реализуемой программе мы вырастим новых чемпионов, чьи имена зазвучат на мировой спортивной арене. Насгульбошан с подробностями. Около 7 тысяч квадратных метров занимают футбольное поле с искусственным покрытием и возможностью проводить игры как днем, так и ночью. Детская игровая и открытая тренажерная площадки. Основное же строение зонировано на три основных блока. Осматривая новый объект, Аким Алматин подчеркнул, что вовлечение максимального количества детей в систематические занятия физкультурой и спортом, воспитание устойчивого интереса к спорту – главная задача формирования здорового образа жизни и оздоровления нации. Воспитанники спортивных школ и местное население могут свободно заниматься казахших грез вольной греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, а также боксом, муай-тай, бодибилдингом, кроссфитом. Мы занимались в школьном спортзале. Теперь будем заниматься здесь. Тут самые лучшие условия. У меня есть уже достижения в областном турнире. Я завоевал третье место. Хочу, конечно, достичь успеха, как звезды казахстанского спорта. Серик Конахпаев, Серик Сапиев, Даньяр Елюсинов. С пожеланиями достижения высоких пьедесталов, как олимпийские чемпионы, Жахслы-Ушкемпиров, Серик Конахпаев, Серик Сапиев и другие, Акимобласти подарил юным спортсменам инвентарь. Предусмотрен в комплексе и универсальный зал для массовых игр – мини-футбола, волейбола, гандбола с трибунами на 325 посадочных мест, в том числе для людей с особыми потребностями. В каждом районном центре практически строим вот такие спортивные комплексы. Они разной мощности, разной зависимости, где, как, очень хорошо развиваются, какие виды спорта и с учетом просьб населения. Но это все для детей. Вот видите, как. В основном везде, конечно, есть большие игровые залы. Вот зал бокса, зал борьбы – это традиционно в Казахстане очень популярные виды спорта, олимпийские виды спорта, которые дают последующим хороший результат. Мы в целом по области построили, сдали 9, на сегодняшний день еще 7 строим. И вот они с каждым разом по мере готовности будут сдаваться. Кроме этого, вы знаете, в Талтыкургане мы строим очень большой плавательный бассейн, согласованный с Олимпийским комитетом в республике, комитетом, где можно проводить соревнования, как чемпионат мира, они сказали. Стандарт там позволяет. Там три бассейна, прыжковая яма. Ну, все условия созданы. Мы его где-то к концу следующего месяца, где-то, может, в начале ноября, сдадим в эксплуатацию. Это очень прекрасный подарок будет для детей, для спортсменов. Ну и результаты у нас есть, и по всем видам спорта за счет этого. Стоит отметить, что в регионе действует более трех тысяч спортивных сооружений, 37 спортшкол. Благодаря строительству подобных объектов, число стабильно занимающихся спортом людей в области выросло. Если в 2018 году таковых было почти 596 тысяч человек, то в текущем их уже более 628 тысяч, или более 30% населения. Около 39 тысяч детей сейчас у нас в области занимаются по 70 видам спорта. Благодаря тому, что навыки развиваются с детства, к Олимпиаде в Токио наши спортсмены выиграли 8 путевок. Еще 6 подают большие надежды. Кроме этого, у нас в области на сегодня есть 46 мастеров спорта международного класса, 251 мастер спорта и 1243 кандидата. Все эти достижения стали возможными благодаря вот такому большому вниманию к спорту со стороны руководства области. В рамках открытия ФОК Аким области вручил кубки и медали восьмикратным чемпионам страны, женской волейбольной команде ЖТСУ и пожелал дальнейших высоких достижений. Специально к открытию были приглашены и ветераны волейбольных дружин Алматы и области, между которыми прошел товарищеский матч, что является ярким примером для молодежи, что спортом можно и нужно заниматься в любом возрасте. Ряд преобразований предстоит отныне сделать и новому Акиму моногорода Текили. На этой неделе его кандидатуру депутатом городского Маслихата представила Аким области. Амадык Баталов подчеркнул, Текили – особый регион. Это не просто красивейший уголок края ЖТСУ, где безграничные туристические возможности, но и эпицентр металлургической отрасли всей области. На легендарный Свинцово-Цинковый, а ныне горно-перерабатывающий комбинат, большие планы по возрождению былой славы металлургов. Впрочем, задач по развитию города еще очень много, их и предстоит теперь решать Батуру Молдахметову. О новом градоначальнике расскажет нас Гульбошан, а мы напомним. Уже бывший Аким Текили Бахтиар Онербаев подал в отставку, все из-за совершения одним из его подчиненных – коррупционного правонарушения. Закон есть закон. На внеочередном заседании депутаты городского маслехата отметили заслуги Бахтиара Онербаева за неполные четыре года его работы Акима Мона города Текили. Его высокую трудоспособность и организованность отметил и Аким области Амандык Баталов. Но закон есть закон. Новый закон и новые требования. Поэтому тебе вот, например, на все, говорю, Ахмед, спасибо. Я думаю, ты молодой еще, много лет я тебя искаю. Это коррупционное выступление не писаешь, твой подчиненный совершен. А ты дальше работай. Время придет, если ты скажешь, я опять хочу в Амандинской области прийти, вместе быть, что-то делать, мы всегда тебя встретим, потому что мы тебя знаем. Остались незавершенными некоторые объекты, но назначенный Аким здесь тоже не чужой человек. Мы работали с ним в одной команде более двух лет, и я уверен, что он справится. А я, со своей стороны, готов помочь советам, отметил Бахтиар Онербаев. Впрочем, новый Аким текилийцам знаком давно. И не только текилийцам. Карьеру государственного служащего 42-летний Батырмул Дахметов начал в 2002 году с должности главного специалиста-советника-заместителя Акима Алматинской области. Позднее заместитель Акима Панфиловского района, заместитель начальника управления строительства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития управления ГАСК Алматинской области. С 2018 года заместитель Акима города Текили. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Спасибо вам большое за доверие. Я думаю, что я это ваше доверие напоминаю. Все усилия для процветания и развития города Текили. Город небольшой. Каждую улицу можно обойти пешком. И будешь знать все, что в нем происходит. Напутствовал ему Аким области. Впрочем, ответственности тут не меньше, чем в каком бы то ни было другом регионе области. Ведь это город с особой историей, отметила Мандык Баталов. Казах тоже это моногорд. Мы здесь столько сделали. Новые производства открылись здесь. Хорошие. Еще большая особенность это на весь Советский Союз знаменитая. Это самая длинная улица Советского Союза. Поэтому вытяжах стало. И здесь надо работать со всей ответственностью. Мы должны нанести на политику Вельмаса и политику главы государства Хасима Макименовича. Вот до конца править. Понял, да? Вот в этом плане. И мои поручения. А я буду помогать. Я помогать тебе буду, как Акиму, город. И результат для людей здесь. По традиции, по завершению конференции депутатского корпуса, новому Акиму представили его кабинет, в котором ему и предстоит работать дальше. Тем более, что задач, которые необходимо реализовать до конца года, и перспективных планов у населенного пункта немало. Тем временем программа «Экономика простых вещей» находит все больший спрос среди предпринимателей страны. Уже сейчас в ее рамках реализуют порядка 2500 проектов на сумму около 570 миллиардов тенге. Механизмы ее реализации обсудили на заседании правительства. Цель данной программы – полное импортозамещение. То есть государство поддерживает отечественных товаропроизводителей посредством субсидирования кредитов, предоставляемых банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. До 9% денежного займа за товаропроизводителя погасит бюджет. Лидируют в реализации программы 5 регионов страны, в числе которых и Алматинская область. Свыше 230 життесузских бизнесменов намерены воспользоваться предоставляемыми льготами. Более 170 из них в числе производителей продукции с маркировкой «Мадоин Казахстан». Одним из ключевых плюсов программы является возможность воплотить в жизнь так называемые прорывные проекты, которые позволят создать новые рабочие места в регионе. В связи с тем, что Алматинская область – аграрно-ориентированный регион, львиная доля профессиональных проектов приходится на сельское хозяйство. Наряду с ними госпомощь даст импульс бизнес-идеям в туризме, образовании, пищевой промышленности. В этих отраслях также немало интересных проектов, которые необходимо поддержать, заявляют в Национальной палате предпринимателей Атамикен. Рассматривается вопрос также выделения в республиканском масштабе порядка 200 миллиардов тенге для реализации проекта, а также были расширены полномочия. То есть мы дополнительно, помимо вопросов финансирования, рассматриваются вопросы местного содержания, это вопросы также реализации проектов СПК и других институтов развития. Подарила в этом году осень отменный урожай свеклы. Впрочем, главный фактор высокой урожайности сегодня – реализация областной программы по интенсивному возрождению свекловодства. А еще несколько лет назад скептики предрекали ей, скажем прямо, недолгую жизнь и неизбежный провал. Мол, невозможно так быстро добиться рекордного урожая и главное – убедить крестьян в больших перспективах свекловодческой отрасли. Скажем к сведению, еще 10 лет назад в стране производили две трети от потребности в сахаре. В последние годы собственное производство не превышало и 10%. Ну вот это и стало определяющим фактором в деле возрождения свекловодства. Для реанимации отрасли в регионе было выделено более 8 миллиардов тенге, в четыре раза увеличили пассивные площади, а свекловоды вовремя получили льготы и субсидии. Решила Акимобласти и самый проблемный вопрос – со сбытом урожая. Его и сегодня уже начали принимать на Куксусском сахарном заводе. Как подсчитали специалисты, уже только нынешний урожай свеклы должен обеспечить область потребности сахара на этот год, что не просто снимет зависимость от привоза импортного сахара, но и, несомненно, стабилизирует цены. Для того, чтобы сдать как можно быстрее собранный урожай, аграриям приходится занимать очередь с самого раннего утра. Ахалбек Ергазин – один из первых прибыл к свеклоприемному пункту. Выращиванием сладкого корнеплода крестьянин занимается уже три года подряд. В этом сезоне аграрий засеял 25 гектаров сахарной свеклы. Выращивать сахарную свеклу в нашем регионе очень выгодно. Во-первых, есть рынок сбыта. Во-вторых, нам, аграриям ЖИЦУ, помогает государство. Свеклосеющим хозяйством предоставляются субсидии на семена, гербициды и минеральные удобрения. Самое главное для меня то, что всю поддержку оказывают вовремя. Никаких задержек нет. В этом году я засеял поле качественными немецкими семенами. Надеюсь получить богатый урожай. Одну тонну свеклы завод оценивает в 8 тысяч тенге. Плюс к этому платятся субсидии в размере 10 тысяч тенге. Итого мы получаем 18 тысяч. К новому сезону Куксульский сахарный завод пребывает в полной боевой готовности. В этом году предприятие обновило оборудование. На пункте приема установлены новые автоматизированные весы. Масштабная реконструкция произведена и внутри завода. Капитальный ремонт прошли генераторы, центрифуги и паровые турбины. Сейчас после реконструкции, после проведения модернизации, качество сахара стало лучше. Цветность сахара повысилась. И также выход сахара увеличился. И те оборудования, которые мы установили, они показали, что оно эффективно. Сейчас мы перешли на природный газ. Эффективность газа, то это где-то процентов на 50, можно сказать, уже удешевление идет. Потому что очень дорогой мазут. Вложение инвесторов, трудолюбие аграриев и поддержка государства – все это дает колоссальный толчок развитию отечественной сахарной отрасли. Благодаря усиленной комплексной работе в Алматинской области от сезона к сезону растет производительность сахара. Если в 2015 году регион выпускал 12 тысяч тонн сладкого продукта, то сейчас этот показатель в три с половиной раза выше. В текущем году посевы сахарной свеклы увеличены на 2000 гектар и достигли 16-1 тысяч гектар. Планируемый валовый сбор урожая 500 тысяч тонн. И производство сахара более 42 тысяч тонн. Это обеспеченность республики 17%. Планируем в текущем году завершить уборочную кампанию сахарной свеклы к концу ноября 2020 года. Всего за первый день приема урожая на Куксуйский сахарный завод сдано более 400 тонн сладкого корня. Прием на аналогичном предприятии в Аксуйском районе начнется в начале следующей недели. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖИТСУ. Ну а в конце следующего года закончится земельный мораторий. Однако земли иностранным гражданам продаваться не будут, заверил глава государства. Впрочем, правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли, отметил президент в ходе своего недавнего послания народу и подчеркнул. Привлечение инвестиций в аграрный сектор необходимо сегодня, как воздух. Конкретные меры в области уже предприняты. Отныне упрощена процедура получения земельного участка. Для этого теперь достаточно иметь лишь персональную электронную цифровую подпись. Исключаются и коррупционные риски. Все это станет доступным благодаря разработанной электронной карте земельных ресурсов. О преимуществах и сроках запуска пилотного проекта расскажет наш корреспондент Гульмира Тимиргалеева. Алматинская область в скором времени перейдет в электронный формат оказания госуслуг в сфере земельных отношений. Первым шагом реализации послания президента стала разработка электронной карты земель. Пилотный проект начат с территории Талдыкургана, Текилии и Капшагая. В будущем году добавятся еще и пять районных центров. Узунагаш, Талгар, Каскелен, Иссык и Отигенбатер. В настоящее время в области зарегистрировано 154 тысячи заявлений на выделение земельных участков. От индивидуального жилищного строительства до ведения хозяйства. Внедрение цифровизации позволит получателям отслеживать свою заявку в онлайн-режиме. Кроме того, сократится и срок рассмотрения заявлений с трех месяцев до 20 дней. Преимущество перевода государственных услуг на электронный формат – это сокращение сроков рассмотрения заявлений, упрощение процедуры согласований, а также исключение коррупционных рисков. К примеру, на электронный формат будут переведены всего 16 услуг, из них 10 в сфере земельных отношений и 6 в сфере архитектуры. То есть преимущество заключается в том, что заявитель подаёт заявление и приходит за получением конечного продукта, то есть гусакта на земельном участке. На разработку электронной карты местности из областного бюджета выделено 509 миллионов тенге. Наряду с этим в области ведётся планомерная работа по выявлению неиспользуемых земель. Только за прошлый год их площадь составила более 800 тысяч гектаров. Из них 110 тысяч уже возвращены в собственность государства. На данное время у нас сейчас 110 гектаров уже возвращены в государственную собственность. Из них 38 тысяч гектаров поставили на учёт как бесхозяинное земельное имущество. 588 тысяч гектаров уже приняты по ним меры собственниками земельных участков и землепользователями и вовлечены в сельхозаброд. На контроле остаётся около 70 тысяч гектаров. Наряду с цифровизацией в сфере земельных отношений по поручению главы государства ожидается ряд законодательных реформ. Так, для развития агропромышленного комплекса необходимы инвестиции и внедрение новых технологий. При этом наделы выдаются в аренду на долгосрочной основе. Исключительно гражданам Республики Казахстан. Земли сельхозназначения отныне не просто отцифрованы, находятся под жёстким контролем. Новая программа развития агропромышленного комплекса потребует не только инновационных методов дальнейшего развития, но и дополнительные земельные ресурсы. На аграрный сектор сегодня особая ставка. Это, по мнению президента, станет новой точкой экономического роста и создаст для страны прочную основу продовольственной безопасности. И здесь, как никогда, становится важным вопрос профессиональных кадров. И как бы ни важны были наука и современные технологии, человеческий труд на земле всегда будет в приоритете. Поднять престиж рабочих специальностей и вернуть былую славу, непререкаемого уважения к рабочим профессиям. Сегодня важно, как никогда. Именно с этой целью 7 лет назад был учреждён новый праздник. Выпадает он на последнее воскресенье сентября. Именно сегодня в Казахстане отмечают День труда. Как бы разборчиво не относились люди к выбору ремесла, как бы не гордились своей престижной профессией, одной из самых важных и незаменимых остаётся работа крестьянина. В конце сентября в Алматинской области началась страда урожая сахарной свёклы. На уборку сладкого корня брошена лучшая сельхозтехника. И всё же на первом месте всегда остаётся человек. Потому как значительных результатов можно добиться только благодаря слаженной работе коллектива. У нас в этом году 140 гектар свёклы, 19 женщин мы работаем. Каждая женщина обрабатывает 7,5 гектар. В этом году обработала первая прополка, потом идёт вторая прополка. Вот две обработки мы делаем. Сегодня вот мы начали копку. Так, если погода хорошая, уборка уходит, проходит быстро. Комбайн убирает, но мы только убираем то, что дочищаем после комбайна на копке. Массак собираем, чтобы не осталось на поле. Это же наш труд. Но в сельском хозяйстве далеко не всё зависит от человеческих усилий. На формирование урожая оказывают влияние и погодные условия. Стоит отметить малое количество летних осадков. Но аграрии Алматинской области научились минимизировать влияние природных факторов. А потому завершают год с достойными показателями. Сложности были насчёт полива. Насчёт воды у нас проблемы были. Но мы вышли из этого положения. У нас плановая урожайность 550 центнеров с одного гектара. Но мы думаем, что в этом году то, что запланировали, это и будет. Следует отметить, очистка рыков, ведущих поливным землям, тоже проводится вручную. Это касается и производства хлеба. На некоторых хлебозаводах и особенно на мелких предприятиях всё ещё широко применяют ручной труд. В том числе при разделке теста для мелкоштучных изделий, а также при посадке тестовых заготовок в расстойные шкафы и на под печей. Самая трудная, тяжёлая работа механизирована, а уже оформление, раскатка, деление теста – это вручную производится. Да, сложно, но мастера своего дела работают, которые любят заниматься этим делом. Поэтому, как говорится, с хлебом работать надо с любой. Потому что это очень сложный технологический процесс. И просто так человек с улицы не испекёт хороший вкусный хлеб. Какими бы темпами ни шагало развитие технологии, прогресс невозможен без грамотных и любящих своё дело людей, рабочих профессий. Евгения Присяжная, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Искальдинский район. Ну а со временем коронавирус продолжает будоражить весь мир и, похоже, не собирается сдавать свои позиции. По крайней мере, в ряде стран уже ужесточили карантинные меры и статистика вновь поражает резким увеличением заболевших. У нас пока цифры говорят о стабильной эпид-обстановке. Впрочем, страна усиленно готовится к новой волне пандемии. Возможной волне. И по какому сценарию будет развиваться пандемия, еще никто не знает. Быть готовыми к любому исходу ковидного сценария. Сегодня задача номер один. Областная больница в период пандемии была перепрофилирована в инфекционный стационар. Для больных с COVID-19 здесь были открыты два отделения, более чем на 300 коек. Именно на этом ответственном участке находились сложные пациенты с коронавирусом. Как вспоминают врачи, тот тяжелый период они запомнили на всю жизнь. Мест не хватало. На тот момент поступающих за сутки было около 100 человек. Наша клиника, наши сотрудники, все как единая команда, начиная от санитаров, медсестер и врачей, все боролись с заболеванием как ковид. В очаге заражения по сегодняшний день работает врач-реаниматолог Нургазет Турдалиев. Под его постоянным наблюдением пациенты с тяжелым течением болезни, которые подключены к аппарату искусственного дыхания. Таких, к счастью, больницы сейчас не так много, но внимание ему уделяется удвоенное. По словам Нургазе, врачи готовы ко всему, даже если начнется очередная волна инфекционной болезни. Мы более подготовлены, чем первый раз. Персонал тоже подготовлен. Мы уже знаем, чем бороться. Но, что я хочу сказать гражданам нашего города, вообще гражданам Казахстана, соблюдать, строго соблюдать санитарно-эпидемические нормы. Тяжелые пациенты к нам больше много поступают. Борьба за каждую жизнь – это очень тяжело. Сейчас в красной зоне риска лежат 13 человек. У всех обнаружен коронавирус. Многие чувствуют себя лучше. Усилиями врачей и медперсонала даже самый сложный пациент с 90-процентным поражением легких – возвращен к жизни. С 20 июля я попал сюда с положительным диагнозом – коронавирус. Я находился в крайне тяжелом состоянии между жизнью и смертью. 90% легких были забиты. Благодарность большая медперсоналу областной больницы. Действительно, за их теплое, приветливое, хорошее отношение к больным. Действительно, условия здесь хорошие. Когда больницы не хватало врачей и медсестер, разные медорганизации отправили сюда своих сотрудников. Четыре врача прибыли из города Алматы. Некоторые из них до сих пор работают здесь, помогая своим коллегам. Сюда ехала 16 июня, когда именно требовались специалисты. Когда я приехала, было очень тяжело, потому что здесь было полной палаты пациентов. У нас времени ни на что не было. Мы только работали и с пациентами только лечили. Сейчас обстановка более-менее утихает. Но это не дает повода врачам больницы расслабляться. Неутешительны прогнозы экспертов. Поэтому они ведут активную подготовку. Больница полностью обеспечена защитными средствами, необходимым лекарством и аппаратами ИВЛ. Это инфекционное отделение первого уровня, где во время первой волны пандемии пролечились 2700 человек. Областная больница города Талдыгургана на сегодня готова к приему пациентов второй волны пандемии. Гульназ Мустафа, Мадибай Бусынов, телеканал ЖТСУ. Ну а, к примеру, до красот уникальных мест вблизи Алматы или, скажем, на побережье уникального Капшигая. Теперь добраться будет совсем просто. С 20 сентября возобновлено железнодорожное сообщение Алматы-Капшигай-Алматы. Поездом Туран-Экспресс можно добраться за полтора часа и всего за 80 тенге. Власти Южной столицы надеются, что новый маршрут будет полезен людям, добирающимся в Алматы на работу, а также позволит разгрузить пригородные трассы. Поезд отправляется ежедневно со станции Капшигай в 5 часов утра 52 минуты, а со станции Алматы 1 – 18.58. Время следования – полтора часа. Таким образом, население, живущее в пригороде, успевает попасть на работу в мегаполисе даже к 8 утра. Оплата за проезд производится транспортной картой ОНАЙ или наличными. Но в обоих случаях цена составляет 80 тенге. Маршрут Алматы-Капшигай начал курсировать 20 сентября для населения, которое трудится в мегаполисе, для их удобства и безопасного передвижения. Ажиотажа сейчас не наблюдается, но маршрут пользуется спросом и с каждым днём пассажиров становится больше. В составе 5 вагонов. Они оборудованы системами кондиционирования, имеются розетки, столы и комфортабельные сидения. Также в поезде есть инвалидные коляски и носилки при необходимости транспортировки пассажиров в чрезвычайных ситуациях. За эти четыре дня маршрут оказался довольно популярен и среди алматинцев. Выезжать на уикенды, особенно летом, теперь будет гораздо удобнее, считают многие из них. Пассажиры уверены, нужно пользоваться наличием железной дороги. Это не только безопасно, но и благоприятно влияет на экологический климат в целом. Я считаю, что это прекрасный подарок к 50-летию Копчегая, который отмечается в сентябре. И это самый комфортный и удобный вид общественного транспорта. Мировая практика показывает, что транспортные проблемы мегаполиса нельзя решить без использования рельсового транспорта. А здесь у нас есть железная дорога, и сам Бог велел использовать ее. Что очень хорошо, электричку в Копчегай можно оплатить онай. Это не первая попытка властей запустить сообщения в пригородные пункты. Однако в 2015 году маршрут был закрыт из-за отсутствия спроса. Как заверили нас представители компании Туран-Экспресс, маршрут Алматы-Копчегай будет курсировать постоянно. Ну вот именно так сложилась новостная картина этой недели. Встретимся на следующей в это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА